Это программа День с толком. Студия Анастасия Драган. Смотрите в этом выпуске. Подводим итоги года с Виктором Томенко. Какие темы стали ключевыми в рамках общения губернатора с журналистами? Дед Мороз существует? Или кто помогает детским мечтам сбываться? И что желают дети в 2021 году? Чуть больше недели, чтобы выбрать самый главный символ Нового года. Подорожало ли хвойное дерево и где его лучше покупать? Вакцинацию от COVID-19 внесли в национальный календарь прививок. Соответствующий документ уже утвердил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первые в списке на вакцинацию медработники, учителя и социальные сотрудники. Вместе с ними пенсионеры и граждане с хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация ожидает города-миллионники. Вторыми на очереди станут, например, сотрудники правоохранительных органов, водители и контролеры общественного транспорта, а также волонтеры. Прививку предложат сделать также студентам и призывникам. Дети в возрасте от 12 до 17 лет вакцинироваться смогут по желанию с разрешения одного из родителей. Национальный календарь прививок определяет сроки и типы вакцинации, проводимые бесплатно и в массовом порядке. По подсчетам правительства на исполнение закона понадобится более 75 миллиардов рублей в этом году и двух следующих. Кстати, губернатор региона Виктор Томенко планирует в январе поставить очередную прививку против COVID-19. И на этот раз он привьется вакцины «Спутник Лайт». Об этом сегодня сообщил журналистам в рамках итоговой в 2021 году пресс-конференции. Журналисты спрашивали главу региона о самых острых проблемах, касающихся экономики, социальной жизни региона. Например, почему дорожают продукты местных производителей и из-за чего в крае образовалась демографическая яма. Также губернатор перечислил несколько слов, которые могли бы охарактеризовать уходящий 21-й. Подробности далее. Традиционная встреча в конце года. Губернаторы и журналисты краевых СМИ начали с приятного. По экономическим показателям, 21-й год для края заканчивается неплохо. Валовый региональный продукт должен достигнуть 700 миллиардов рублей. Это будет трехпроцентный рост по сравнению с прошлым годом. Продолжается рост промышленного производства, но простых людей волнует больше, почему едва ли не каждый день дорожает гречка, яйца, масло. Сегодня губернатор пояснил, почему алтайские продукты растут в цене для своих же. Был неважный урожай 2020 года в мире в целом. Естественно, влияние пандемии, когда целые производства останавливались, определенный дефицит сформировался товаров в мире. Российская федерация встроена в общую, так сказать, мировую экономическую систему. Да, и, конечно, так или иначе, рано или поздно, на нас точно так же отражаются все эти процессы. Реальных рычагов у органов власти, по крайней мере, на уровне региона, безусловно, нет. Еще одна острая проблема в регионе связана с обеспечением жильем детей-сирот. Около 450 человек в этом году получили долгожданные ключи от квартир, в то время как ежегодно их должны получать по 700 сирот. Ситуация осложняется тем, что сегодня рынок не может предоставить должное количество квартир, которые бы соответствовали всем нормам. На встрече не обошли тему и коронавируса, который второй год подряд влияет на избыточную смертность населения. Ковид в регионе отнимает в год по 10 тысяч жизней. Пока единственным инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация. Количество привитых все никак не перевалит за миллион. На сегодняшний день это почти 995 тысяч человек. Для того, чтобы достигать коллективного иммунитета, мы должны примерно около 90% взрослого населения привить. Где-то надо миллион 600 нам цифру достигать. То есть еще 600 тысяч человек из тех, которые почему-то к сегодняшнему дню все еще не привились. Надо как-то умудриться, уговорить, убедить. На встречу вновь затронули тему реконструкции Барнаульского аэропорта, которая должна состояться в ближайшие годы. Также журналисты поинтересовались у губернатора, что он думает по поводу протестных настроений и ярлыка депрессивного региона. Революционных каких-то изменений в планах нашей работы не предусматриваются. Они мне представляются достаточно выверенными. Наши планы на ближайший год и на ближайшую трехлетку сформированы, финансово обеспечены, организационно подкреплены и в конечном итоге приводят к повышению уровня жизни в крае, к улучшению ситуации по многим-многим направлениям нашей жизни. Всего за три часа Виктор Томенко ответил более чем на 20 вопросов, в том числе и личного характера. Например, когда он пройдет повторную вакцинацию. Несмотря на высокий уровень антител, в январе губернатор планирует привиться препаратом «Спутник Лайт». Что касается еще одного вопроса про соцсети, Томенко признался, что аккаунт ведет самостоятельно и по возможности старается читать все комментарии, чтобы передавать просьбы и проблемы людей в профильные ведомства. Но когда в крае проживает более двух миллионов человек, не обойдешься без помощников. Коллеги мне помогают делать так, чтобы в конечном итоге в какую-то помойку не превратился мой аккаунт. Потому что очень много ботов, обзывательств, обзывательств, ну такого чего-то, такого непристойного, так скажем. Поэтому это дело вычищается сразу у кого-то там, куда вы их в черный список относитесь. В бане? В бане, да, в бане тебе, да. Под конец встречи журналисты попросили губернатора назвать слова, которые характеризуют в 2021 год в Алтайском крае. Как ни странно, эти слова не касаются пандемии или вакцинации. Так, по мнению губернатора, уходящий год можно было бы обрисовать следующим образом. Урожай, триумф, театры и наши спортсмены, которые успешно выступили на летней Олимпиаде в Токио. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толка. Меньше двух недель осталось до Нового года. Этот праздник с нетерпением ждут и взрослые, и особенно дети. Они по-настоящему верят в чудо, загадывают желания, ждут Деда Мороза. Но не обязательно быть волшебником, чтобы делать добрые дела. Уже в пятый раз по инициативе Молодежного парламента края совместно с Техническим университетом и Минсоцзащиты региона проводят акцию «Желание под елкой». Свидетелями того, как сбываются самые заветные детские желания, стала наша съемочная группа. Делаем разминочные движения, паузу, все по технике. Вспоминай главное, не волнуйся. Два года назад Марина впервые увидела бильярд по телевизору. Играк увлекла ребенка, что мультики с тех пор отошли на второй план, и появилась большая мечта – стать настоящей бильярдисткой. Но тогда из-за маленького роста девочку едва было видно из-за стола. С занятиями пришлось повременить. И уже теперь, спустя пару месяцев тренировок, Марина уверенно держит кей и попадает в цель. Правда, на вопрос о кумирах в бильярде отвечает. Нет, люблю на себя ориентироваться. Сегодня Марина – одна из самых юных воспитанниц в бильярдном центре. Ей 11 и одна из самых целеустремленных, рассказывает тренер. Задатки были, но они не сразу начали получаться результаты. Но постепенно-постепенно начала раскрывать и сейчас показывать. Ну, хорошие уже результаты. В своем письме к Деду Морозу девочка попросила бильярдный кий, чтобы ходить на занятия уже со своим, подходящим по росту и пригодным для русского бильярда. Мне нужен кий для русского бильярда, а есть разные виды бильярдных киев. Вот этот, допустим, половский кий, он легче, чем русский кий. Письмо Марины, прежде чем его прочитал Дед Мороз, попало в краевое законодательное собрание. В рамках акции «Желание под елкой» подарок для большой мечты вручил девочке депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Я тут, наверное, перешел дорогу Деда Мороза, потому что вручаю тебе его накануне Нового года. Но так как сейчас новогодние праздники, я думаю, что у тебя будет побольше времени, чтобы потренироваться и набить руку. Так что держи. А напоследок партия с самим депутатом. И кажется, девочку не пугает даже опытный соперник. Марина оценивает ходы и точно знает секрет успеха. Не сдаваться. Делать так, чтобы у тебя все получалось. И если у тебя что-то не получается, не расстраиваться. Вместе с новогодним желанием Марины сбылось еще одно. Старший брат девочки, тоже спортсмен, загадал хоккейную клюшку. Игрой мальчик увлекся еще в семь, а в двенадцать уверенно заявляет. Мечтает попасть в сборную страны, а после и в НХЛ. Пример для подражания хоккейный кумир. Овечкин. Почему? Ну, потому что я про него смотрю, игры. Ну, в ТикТоке вот там это. Про него моменты смотрю. А чем тебе нравится? Ну, типа, то, что если его пытаются бортануть, то он это... За себя это заступается, типа. Тренируется мальчик в хоккейном клубе «Полимер». Где в свое время начинали известные спортсмены Арсений Пожидаев, Юрий Поляков и Иван Вишневский. Ныне играющий в КХЛ. Артур же в своей команде самый юный, но отпор в игре даст любому таково мужское воспитание. Со стульчиком начинали. Он пришел еще кататься не вел. За стул держится, катается. В тренировке две-три покатался. Потом сам с расстраиванием начал уже кататься. Теперь противнику стоит поберечь свои ворота, уверен мальчик, получая подарок от Деда Мороза. А самому себе дает обещание пополнять арсенал новыми приемами и обязательно прийти к мечте. В первую очередь я пойду на каток, обмотаю клюшку и, ну, затащу ее. Детские мечты должны сбываться, даже если дети уже выросли и не верят в Деда Мороза. Поэтому я призываю всех, кто может присоединиться к этой акции и накануне Нового года сделать подарки не только своим детям. Акция «Желание под елкой» – это еще один повод напомнить, чтобы делать доброе дело, не обязательно быть волшебником. Уже пятый год неравнодушные люди помогают исполнять мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И с каждым годом марафон «Добра» только набирает обороты. В 2021-м собрано более 400 посланий из городов и районов Алтайского края. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком. Барнаульцы продолжают готовиться к Новому году, покупают подарки, продукты, украшают дома. Ну и, конечно, куда без главного символа праздника – елки. Дорого ли обойдется лесная красавица, узнавала София Яценко. Вот они, главные украшения новогоднего праздника – елки. Несмотря на разнообразие искусственных, живые деревья все так же пользуются спросом. Вот только какую выбрать – дело не только вкуса, но и стоимости. Ну, вот эта елочка будет стоить полторы-две тысячи рублей. И есть деревья, естественно, подороже. Вот эта уже будет стоить где-то в районе три-три с половиной и до четырех. Она пушистая, мохнатая, ветки длинные. Продавцы не скрывают – цены выросли. Но есть более бюджетная альтернатива. Ветка начинается от 100 рублей за штуку, а елка начинается от полутора тысяч. По стоимости елочка подросла по сравнению с прошлым годом, потому что выросла цена закупа. На елочном базаре возле Пионера разбег цен на зеленый больше – от одной до восьми тысяч рублей. Стоимость самой дешевой ветки – двести. А вот на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й гвардейской дивизии можно купить елку меньше, чем за тысячу рублей. А самая дорогая, по словам продавца, обойдется в три с половиной. Две пятьсот. А тогда вот самую дешевую, которая за 800, можете показать? 800 рублей такая стоит. Цена за ветку здесь минимальная – от 50 рублей. Набор из нескольких – 250. Всего в этом году в Барнауле 64 елочных базара, большая часть точек в индустриальном районе – 27. Приобрести главный символ праздника можно до 31 декабря. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Ничего общего с Джеймсом Бондом и Штирлицем. Сотрудник внешней разведки, ветеран органов безопасности Сергей Питонин подобных сравнений не приемлет. Наша съемочная группа встретила с ним его профессиональный праздник и узнала, как агент в свое время добывал важнейшую информацию, находясь в иностранном государстве на благо своей родины. Любимое выражение на немецком? Форвердс и мэр фойер. Вперед и больше огня. Немецкий язык до сих пор знает совершенствие. Разведчики, улыбчивый парень Сергей Питонин попал случайно. Молодого человека органы безопасности приметили еще во время учебы в политехническом вузе. Дальше в Подмосковье – высшая школа КГБ. К спецдисциплинам и немецкому языку подходил с особой серьезностью, но и без юмора не обходилось. Здесь, это 22 апреля, новое здание рядом с Олимпийской деревней, новое здание высшей школы КГБ. Это мы там работали на субботнике. И вот я изобразил, что я такой очень опытный тракторист, каток, укатываю асфальт. То есть это юмор. Ребята, все молодые ребята. Смех всегда, взаимовыручка. После учебы командировка в ГДР. Работал во внешней разведке, добывал информацию. Не силы, а с помощью джентльменского набора. Уметь поддержать разговор, быть компетентным, интересоваться его вопросами, оказать какую-то помощь. То есть дать понять, что этот человек, с которым я хочу законтачить, он мне не безразличен. И не в плане использования его для работы, а именно как человек, как товарищ. От приближенных к вражеским спецслужбам разведчик узнал, что НАТО отслеживает передвижение советских ядерных боеголовок. Чекист передал эту информацию куда нужно. Работу Сергея оценили на самом высоком уровне. За шесть лет работы в Германии были и задержания. Угостили кофе. Я еще так думаю, пить или не пить, а то вдруг что-нибудь подсыпят и язык развяжется. Ну я так сделал вид, что я попил, потом достаю деньги. Я говорю, за кофе рассчитаться. Он говорит, да у нас, хватит денег. Вот так. И все, и отпустили. На время работы Сергей перевез свою семью, жену, сына и дочурку в Германию. Для детей и соседей разведчик был лишь строителем вагонов, для советских спецслужб бесценным сотрудником. После многолетней командировки чекист вернулся в Барнаул, где работал на оперативной службе. Сегодня он уже ветеран, общается с молодежью, которая частенько пытается сравнить Сергея с британским шпионом. Работа заключалась не как Джеймс Бонд с пистолетом гоняться за кем-то или убегать от кого-то. Нет, вот, голова должна работать. В этом году органы безопасности отмечают 104 года со дня образования. Несколько лет назад, в честь столетнего юбилея, в центре Барнаула был открыт памятный знак. Теперь сюда частенько приходят нынешние и бывшие разведчики. Люди с горячим сердцем и холодной головой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтая» начали серию игр против «Чебоксар». Старт получился удачным. Уверенная победа 4-1. Почему главный тренер хозяев льда все же остался недоволен, знает Дмитрий Дроздов. Именно так встреча и началась. Хозяева быстро взяли игру под свой контроль и через полторы минуты после первой шайбы ворота «Чебоксар» залетает и вторая. На ум сразу приходит строчка из стихотворения Лермонтова «Бородино». «Богатыри не вы». Во втором периоде гости отодвинули игру от своих ворот, не позволяя барнаульцам чувствовать себя вольготно. Ситуация не поменялась. И «Динамо Алтай» забросили еще две шайбы. 4-0. Первые два периода сыграли неплохо, вышли. Сыграли по местам строго, как просил тренер, тренерский штаб. Поэтому был такой счет. Потом третий период такой маленько расхлябанный. Довели до победы. Многие болельщики могли подумать, что на заключительный отрезок матча вышла совсем другая команда, а не «Динамо Алтай». Барнаульцы включили энергосберегающий режим. Это и не понравилось главному тренеру хозяев. Пол игры можно занести команде в зачет. Хорошо играли, комбинировали, моменты создавали. Повели 4-0. У нас не первый раз уже. 3-4 шайбы введем, начинается такой легкий бардачок. Нельзя этого допускать. Нельзя этого допускать. Надо от первой до последней минуты играть строго. Если вопрос победы в матче был решен, то перед игроками стояла еще одна задача. Не дать забить свои ворота. Но сухарь не получился. За пять минут до конца чебоксары размочили счет. 4-1. Эти цифры на табло и остались до финальной сирены. Второй матч в серии идет уже сейчас, а после команды ждет день отдыха. 23 и 24 декабря в 19.00 хоккеисты вновь выйдут на лед в Читов арены. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Сегодня самый короткий день в году. Начало зимнего солнцестояния. Эзотерики говорят, что этот вторник самый мистический в году. Вообще солнцестояние – астрономическое явление. Сейчас в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день, а южный оказывается максимально повернута к солнцу. Летом все произойдет с точностью наоборот. Эзотерики говорят, что сегодня мистики больше, чем обычно в такие дни, ведь дата зеркальная – 21.12. День считается идеальным для загадывания желаний и постановки целей. Кстати, и елку можно тоже нарядить сегодня. С каждой новой игрушкой не забывайте мысленно загадывать желания. Продолжение следует...